МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем минувшая неделя запомнилась оперативникам в нашем обзоре. В Курском районе директора консервного завода начальника исправительной колонии номер 6 и его заместителя подозревают в мошенничестве. По данным следствия, они незаконно получили почти 74 миллиона рублей. Исправительное учреждение приняло на себя обязательство поставлять государству консервированную овощную продукцию, которую должны были производить заключенные, при этом даже не имея необходимого оборудования. Руководители колонии заключили с директором крупного консервного завода договор аренды. Впрочем, он оказался фиктивным. Имущество не передавалось, а деньги присваивали себе подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вину удастся доказать, под следственным грозит до 10 лет лишения свободы. В Изобильнинском районе заведующая инфекционным отделением районной больницы подозревается в получении взятки и служебном подлоге. По данным следствия, она получила от жителя города 3000 рублей за выдачу листка временной нетрудоспособности без обследования и лечения. После получения денег подозреваемая внесла в медицинскую карту заведомо ложные сведения о якобы имеющемся у него заболевании. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Подпольное казино закрыли в Пятигорске следователи. По их данным, в июне подозреваемый в одном из арендованных помещений разместил игровые автоматы. Если информация подтвердится, то жителю города-курорта грозит до пяти лет лишения свободы. Мы учим учителей, любя с гордостью повторять преподавателей Ставропольского государственного педагогического института. Некоторым их коллегам из Есентукского филиала больше подойдет лозунг «все на продажу». По данным следствия, трое коррупционеров не один год вымогали деньги у студентов и их родителей, будучи уверенными, что останутся безнаказанными. Преподаватели не стеснялись звонить ученикам на мобильные телефоны. Они не стеснялись общаться с их родителями и практически заниматься вымогательством денежных средств. Их дальнейшем не смущало тот факт, что при общении с родителями родители просили отсрочек, говорили о том, что у них тяжелое экономическое положение в семье. Тем не менее, преподаватели говорили, что дети – это главное, и поэтому родители могут деньги перезанять, взять какие-то кредиты. Причем суммы были далеко не самые маленькие. Исполняющая обязанность заведующего кафедра многократно вымогала у студентов и их родителей денежные средства по телефону за получение положительных оценок за экзамены. Составляли суммы сдачи сессии, например, 15 400 рублей, либо 59 400 рублей. Получив деньги, ИО заведующего кафедрой русского языка и литературы давила на преподавателей, находившихся в ее подчинении, чтобы те поставили хорошие оценки студентам. Преподаватели, старший преподаватель русского языка и литературы и преподаватель, старший преподаватель кафедры математики и экономики уже действовали не самостоятельно, а в сговоре лиц. В связи с чем их действия следователями квалифицированы, в отличие от их коллеги, не по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, а по части 5. И если завкафедрой грозит штраф до 70-кратного размера взятки и срок до 7 лет, то ее коллегам штраф до 90-кратного размера и до 12 лет заключения. Необходимо отметить, что подобная коррупционная практика в вышеназванном учебном учреждении существовала уже длительный период времени. Оперативно-розыскные мероприятия, которые были представлены в следственный отдел по городу Иссентуки, они были результатами той оперативной деятельности, которая проводила Управление экономической безопасности и коррупционных преступлений ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которые они вели с января 2014 года по июнь 2015 года. Подобное дело в краевом центре вела Татьяна Лепшакова. Несмотря на молодой вид, она уже опытный следователь, которой пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы состояться в этой нелегкой профессии. В том числе непонимание родных. Меня долго и упорно отговаривали, и на настоящий момент они против, чтобы я работала в структуре, потому что это действительно связано с определенными трудностями, лишениями в жизни. Тем не менее, отказаться от выбранного пути она не собирается, ведь, как признается Татьяна, работа следователя – ее призвание. Никогда не бывает дел, похожих одно на второе. То есть, сколько бы ты ни работал в следственных органах, никогда не будет одинаковых дел. И каждый день это все время преподносят какие-то новые сюрпризы. Одним из них стало уголовное дело, фигурантом которого был преподаватель Северо-Кавказского федерального университета. Преподаватель, в принципе, который в университете был на хорошем счету, имел много научных работ и публикаций, имел хорошие характеристики и так далее, занимался взяточничеством. Студенты, пропускавшие занятия, не ходившие, не получавшие основной массив знаний, имели возможность получить положительные оценки, естественно, выйти на аттестацию, заплатив условленную денежную сумму. За каждый заветный бал им приходилось платить по 500 рублей. В преступную схему педагог включал и активных студентов. Взятки приходили к нему в руки через старосту группы, которая собирала деньги с товарищей по учебе. И уже староста конкретно разговаривала со студентами, которые имели большое количество пропусков, не ходили в виду разных причин работы, семейных обстоятельств и так далее. На занятия рассказывала о существовании такой возможности. При этом студенты, которые выбирали данный способ для себя приемлемым, они передавали старосте денежные средства, уточняя бал, который хотели бы видеть в зачетной книжке. После чего, собрав все денежные средства, староста передавала их преподавателю. Но продажный преподаватель ошибся в выборе посредника. Девушка, не желая становиться преступником, обратилась в правоохранительные органы. Ей предложили участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, в которых она и участвовала в дальнейшем. Проводился весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, фиксация, прослушивание телефонных переговоров, конкретно фиксация способа передачи, места передачи. Коррупционера задержали с поличным, так что отпираться было не только бессмысленно, но и невыгодно. Сотрудничество со следствием всегда дает большое преимущество при назначении наказания. Тем не менее, поработать пришлось. Дело представляло собой сложность только в технической стороне. То есть большой объем вовлеченных в него фигурантов, свидетелей, которые проходили, студентов групп, преподавателей, заведующие кафедры и так далее. Поэтому каких-то противодействий со стороны обвиняемого вообще не было. То есть человек признал свою вину, Кудряшов давал признательные показания, рассказывал о совершенном деянии. То есть вину он осознал, следствию не противодействовал. При этом при всем студенты, которые тоже были вовлечены в дачу взяток Кудряшову, они точно так же содействовали следствию, давали признательные показания. Так что Татьяна Лепшакова завершила расследование уголовного дела в кратчайшие сроки. Учитывая, что обвиняемый признал вину, суд не счел нужным назначить ему реальное лишение свободы и ограничился штрафом. Теперь коррупционеру придется выплатить более трех миллионов рублей. Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконных оказаний ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий, бездействия в пользу взяткодателя, или представляемых им лиц, если такие действия бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, либо, если оно в силу должностного положения, может способствовать таким действиям, бездействию, а равно за общее покровительство или попустительство по службе, наказываются штрафом до стократной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. А насколько часто в Стопольском крае преподаватели берут взятки? Анализ, проведенный у нас в следственном управлении, свидетельствует о том, что именно сфера образования является самой коррумпированной среди других сфер. Поэтому мой ответ – преподаватели берут взятки чаще других. Как Вы считаете, а почему так сложилось? Причин может быть много. В основном, наверное, это причины социального характера, так как заработная плата преподавателей и других работников органов образования, наверное, невелика и не всегда соответствует тем потребностям жизненным, которые сейчас существуют. Но это одна из причин. А так, наверное, может быть уверенность в том, что никто не будет наказан. Обычно. Насколько сурово им приходится отвечать? Если преподаватель или другой работник образования будет улечен в получении взятки, и судом будет доказана вина в совершении этого преступления, то ему грозит достаточно суровое наказание. вплоть до длительного лишения свободы, а также очень крупной суммы штрафа, которая зависит также от суммы той взятки, которую он получил. Таковы выводы следствия на этой неделе. Встретимся в следующий вторник в 18.30 на телеканале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok